А мы, друзья, продолжаем программу. Вы, напомню, на телеканале ТОН-ТВ, Алло Смольный, прямой эфир. Мы сегодня говорим о государственном празднике Украины, Дне достоинства и свободы, о событиях, которые предшествовали учреждению этого праздника, вместе со мной в нашей студии мой коллега-журналист Сергей Подражанский. И, опять же, хочу напомнить, что для тех из вас, кто решится поместить свой пост у нас, либо на сайте, либо в Фейсбуке, либо на Ютьюбе, вас ждет приз. Жюри во главе с Александром Ронкиным определит самого, может быть, лаконичного, самого миролюбивого, самого достойного претендента на приз от компании «Хайденойс» стоимостью 82 доллара. Приз очень такой эксклюзивный. Я его видел даже, руками трогал. Было дело. Сереж, а мы продолжаем разговор на нашу тему. Знаешь, я хотел тебя спросить, вот неоднократно мне попадались публикации, в которых отмечалось, что революция 2004 года, она носила более такой, скажем, национальный характер, национальный оттенок. А революция 2013-2014 годов подоплека социальная в большей степени. Однако потом по результатам получилось все как бы наоборот. Почему такое так произошло? Почему сегодня национальное превалирует над социальным? Потому что единственный руководитель Советской Республики, приехавший в Беловежскую пущу, был с бумагой на руках, что народ Украины готов выйти из состава СССР. И поэтому все последующие годы решалась именно эта проблема. Помните, как в «Доживем до понедельника» в фильме, когда ученик говорит, после Петра Первого, по моему мнению, России не везло на царей. Вот, к сожалению, мне кажется, что Украине все эти четверть века не очень везло с президентами и премьер-министрами. Но это же они сами выбирали. Ну, естественно, естественно. Это проблема многих бывших союзных республик, которые никогда не жили в режиме свободного государства. Вы-то помните прекрасно, что журналисты-международники в СССР были в одном-единственном городе. Город назывался Москва. Как бы ни назывались Киев, Минск, Ташкент, Тбилиси и так далее, хотя две страны, Белоруссия и Украина, были членами ООН, у них были МИДы, у них было все замечательно, международную политику определяли в одном-единственном месте. И была проблема, конечно, была послереволюционная и послесоветская проблема с кадрами. Была проблема с кадрами дипломатическими, была проблема с многими решениями. Разваливались внутрисоюзные связи и начала тормозить очень мощная промышленность уже независимой Украины. Тогда, в 1991 году, Украина на старте была, видимо, в самых предпочтительных условиях, даже не среди только советских республик, но и на постсоциалистическом пространстве, Варшавского договора, так называемого, я думаю, у них были лучшие условия. Почему шансы не были использованы, это вот скорее нам расскажут люди из Киева, наверное, потому что очень сложно издалека анализировать внутреннюю ситуацию, не зная того, что называется система сдержек и противовесов, построение политической системы и партийной системы. Тем более, что за событиями в Украине следят фактически только два государства. Это Украина и Россия, потому что ни по серьезным международным телевизионным каналам, ни по большим национальным каналам в любой стране, от Израиля до Австралии, вы не очень много узнаете о том, чем живет сегодня Киев и остальная страна. Поэтому у нас все-таки взгляд очень отстранен, и даже если мы следим за тамошним телевидением и за тамошней прессой. У нас на линии уже следующий наш гость, политолог, писатель, публицист Авигдор Эскин. Авигдор, рад вас приветствовать. Добрый день. Добрый день. Авигдор, наша встреча продиктована сегодня праздником, который отмечается на Украине. День достоинства и свободы, так он называется, в честь двух революций. И сквозной вопрос программы, вы знаете, что это такое, не первый раз у нас в гостях. Следует ли сегодня считать территорическим вопрос о том, что обе эти революции принесли украинскому народу и достоинство, и свободу? Лучше всего спросить самих жителей Украины, которые вам скажут, что никогда им плохо еще так не жилось. И насчет того, что Украина – это запад или это восток, ну просто это такое, что никогда такого не было еще в жизни этих людей. И перспектива самая мрачная. Собственно, какие сейчас у Украины есть перспективы? Это тупик. Когда люди выбирают себя в качестве идеала и маятника самое сгущенное, сконцентрированное мировое зло, то они плохо кончают. Украинские президенты один за другим называли Бандеру и Шухевича героями. Это Ющенко, Порошенко. Вы знаете только и Бандера и Шухевича? Вы знаете, чем они занимались, например, во Львове сразу после того, когда ушли советские войска? 29-30 июня 41-го года. Вы посмотрите на эти кадры, как еще первые-первыхые только дни войны на территории Украины. Они убивают на улице людей, в основном евреев, насилуют женщин, раздевают их на улице, издеваются. Это ваши, кстати, были бабушки, прабабушки. Это ваши, в том числе, те, кто меня смотрит. Это было. Их назвали героями. Верховная Рада еще к этому добавила, она усугубила, что бойцы Оу-ну-па, вот эти самые изверги, которые были не столько, может быть, бабьими рук, как в Хатрине, но в других местах уже определенно были, и убивали где могли, всех, кого могли, просто в истории человечества было мало таких извергов. Они названы героями, причем, какими героями? Их нельзя критиковать сегодня по закону на Украине. Вы знаете, что критика Оу-ну-па сегодня карается законом на Украине. Вы говорите про свободу. Я видел каких-то нескольких алкоголиков, которые приезжали на Украину, из Москвы причем, и потом выступали там на телевидении, говорили, что они себя очень свободно чувствуют на Украине. Они вообще о чем? Пусть они бы на Украине попробовали сказать, что, например, участие в подразделении Мельника, в уничтожении в рейбаемом миру, это преступление. Ну, их бы судили на Украине за это, наверное, сегодня, я не знаю. Я уже не говорю о том, что эти варвары разрушают памятники героев Великой Отечественной войны, что вся атмосфера там, она просто совершенно чудовищная. Причем, знаете, я просто не могу не поделиться, мне продлили запрет на объезд на Украину, в связи с тем, что я участвовал, например, в выборах в Донецке и Луганске, там у меня было написано. Ну, терроризм, понятно, я сижу сейчас с вами занимаюсь терроризмом, это понятно. Но там еще, значит, про выборы шла речь, о том, что я посещал этот регион, хотя я там не был просто. Я за это время ни разу там не был. То есть, они просто лепят какие-то совершенно катастрофические глупые теории. Они превратили собственную же идею государственности в посмешище. Вы помните, как на заседании украинского правительства два самых щирых украинца спорили, кто из них более украинственен, Арменин Аваков и грузин Саркашвили? То есть, все это превратилось в какую-то злобную шутку. Но это была не такая шутка, потому что в последние дни снова ведутся обстрелы кварталов Донецка. Слушайте, нравится или не нравится кому-то такие персонажи, как Моторола, там был, по-моему, Бес, Дед, да? Я, кстати, их никогда не знаю. Это не мои герои, да? Чтобы было понятно. Но обстрел из минометов или обстрелы градов жилых кварталов – это что, если не преступление против человечества? Это что, если не притворение в жизнь бандеровской идеологии? Вот там, на территории Новороссии, происходили регулярные, и сейчас, к сожалению, до сих пор это продолжается, к моему великому, кстати, непониманию, почему Россия это терпит. Просто регулярные обстрелы целенаправленные мирных, мирных совершенно кварталов. Не боевых подразделений и не каких-то больниц, откуда из подвала стреляют и отвечают им огнем. Хотя такое тоже могло быть, кстати, в отдельных случаях. Такое могло быть в отдельных случаях. Но мы сейчас говорим не об отдельных случаях, а о том, что происходит сейчас преимущественно. Преимущественно – это попытка просто выкурить оттуда людей такого рода террором. Теперь, если к этому еще вы все-таки совокупите нацистскую идеологию, которую они откровенно исповедуют, я говорю, исповедуют на государственном уровне, вот это важно, да? Не то, что отдельные люди какие-то. У нас в Израиле тоже, кстати, была как-то арестована группа каких-то молодых людей, выходцев из бывшего Советского Союза, которые сформировали здесь нацистскую ячейку. Помните, такое было? Ну, они попали в тюрьму, их там, я надеюсь, немножко перевоспитали, помогли им купить себе билет в одну сторону обратно, откуда они приехали. И эти люди, эти люди там, находятся у власти, а не за решеткой. И вот это вот, конечно же, не просто преступление, но еще, понимаете, издевательность над собственным народом. Потому что мы же с вами хорошо понимаем, что степень серьезности их идеологии, она весьма относительна. То есть она позволяет им пытать в тюрьмах людей. Вот, кстати, в Одессе есть несколько наших с вами соплеменников, даже один гражданин Израиля, Казанский, который находится сейчас там за стенгах, его тяжело пытали. Но, конечно же, рассадником этой идеологии в Европе Украина не будет. Ее пример, он хороший пример того, как делать не надо. Она себя превратила в полное посмешище в глазах всех. И, собственно, альтернативы там тоже непонятно, какие сегодня есть. Вот я, кстати, если бы оказалось, не дай бог, не дай бог, на месте Порошенко, и он следующий, не дай бог, я просто себе как-то представил на уровне такой, знаете, политологической игры. Что бы ты делал на ее месте? А вот и действительно, действительно, это очень-очень тяжелый вопрос. С кем дальше идти? Там работать не с кем. Там просто никаких здоровых сил сегодня не наблюдается. И куда не посмотришь, как вы понимаете, партия региона тоже не альтернатива. Потому что то Азаров и Янукович, это две фигуры, которые полностью, конечно, дискредитировали ту вот олигархическую воровскую линию, которую они представляли. И единственное, конечно, было бы для них нормальный сегодня Путин, какая-то разумная интеграция с Россией. Ну, это значит потеря их самостоятельности, что, наверное, было бы самым лучшим пожеланием для них в этот день. Они показали на деле, что управлять государством они не могут. Вот я думаю, что это то, с чем надо будет согласиться. А дальше, просто на примере Новороссии мы видим, что Россия не хочет их брать. Вы же понимаете, что... Виктор, давайте мы дальше пойдем, Батина. Давайте дальше. Потому что на эту тему... Да, я понимаю, вы можете говорить очень долго. Виктор, я, наверное, все-таки начну следующий свой вопрос с выступления президента Украины, господина Порошенко. Вот мероприятия, которые проводились вчера и сегодня, он заявил следующее. В обращении к украинскому народу было сказано так. Целью Кремля является постоянная внутренняя дестабилизация в Украине, досрочные парламентские выборы, усиление позиций пророссийских сил в новом парламенте и ревизия европейского курса страны и ее внешнеполитического вектора. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, это единственное, что сегодня Порошенко может продать своему народу и единственное, что он может продать Западу ненависть к России? Получается, что да. Каким успехом может похвастаться Порошенко за это время, чем проведением двух гей-парадов? Что может представить Порошенко сегодня кому-то нибудь? Какие справки об улучшении положения на Украине он может представить каким бы то ни был образом? По что? Тысячи политзаключенных? Этим он может похвастаться. Пытки, убийства собственных граждан тысячами. Речь идет о преступлениях против человечности. Он вообще-то метит, конечно, в международный трибунал попасть. Это надо тоже понимать, что его участь будет достаточно плачевной. И раньше они считали, что их крышой это Америка. Все, закончилось. Трамп их не будет крышевать. Он не будет, конечно, вмешиваться в этот конфликт на стороне России. Тоже не надо тут, понимаете, никаких, чтобы не было иллюзий. Он просто-просто перестанет вообще соотноситься с этой проблемой. Пусть что хотят, то и делают. Но точно американские налогоплательщики не будут финансировать существование вот этой власти, которая еще в придаток ко всему мною сказанному доказала свою совершенно какую-то, знаете, фанатичную коррумпированность. То есть даже когда уж совсем все плохо, они все равно умудряются воровать. Вот просто какие-то фанатики этой идеи, что надо все воровать. Это не есть Запад, нет. Кстати говоря, это не Запад. Это не Запад то, что они сейчас делают. И единственное, что их, конечно, еще немножко спасает, что Россия, на самом деле, ведется очень пассивно. Россия не стала присоединять пока ни Донецк, ни Луганский, по всей видимости, не стремится к этому. И вообще Россия не хочет их каким-то образом сделать частью собственной территории. Видимо, вот хочет видеть на Украину такой вот своего рода Финляндии. То есть делайте, что хотите, внутреннее устройство какое хотите, но при этом нам не мешайте, мы вам не будем мешать. Это нынешняя политика Кремля, кстати. Ее нельзя не оценить именно так, потому что на самом деле, если бы Россия активно действовала на территории Украины, учитывая русскоязычный фактор там, ну никакой госдеп не мог бы там просто по определению никак соперничать. А тем не менее, как вы видели, впустили их туда и клинтоновские разного рода порождения клинтоновского госдепа, они сидели просто и в здании СБУ, и в здании украинского правительства. Но это оставим. Это, конечно, и трагедия, и одновременно преступление. Я еще повторяю, мы как израильтяне, как евреи, мы можем как угодно относиться к тем или иным аспектам политики Москвы. Но то, что происходит в Киеве, героизация тех, кто насиловали наших прабабушек, вот те, кто каким-то образом симпатизирует киевской власти с нашей стороны, это, конечно же, люди, потерявшие совесть. Это люди, которые потеряли душу, это люди, у которых нет уже ничего еврейского. Я еще повторяю, совершенно не обязательно при этом быть согласны с тем или иным аспектами политики Москвы. Мы сейчас говорим о Киеве. То, что там произошло, это такое надругательство над памятью тех, кто погиб. Я просто, знаете, до сих пор не могу понять. Причем я вам откровенно скажу, у меня несколько хороших знакомых, пришлось расстаться просто из-за этого. Люди готовы оправдывать тех, кто убивал наших предков. Я не понимаю этих людей. А Виктор, вы уже вскользь затронули тему выборов в Соединенных Штатах Америки. Понятно, что после выборов в Соединенных Штатах произойдут определенные изменения, судя по всему. Такие же изменения мы сегодня видим, происходят и в Молдове. Мы видим изменения, которые произошли в Болгарии. В связи с этим, насколько велика опасность, что Украина окажется в некой геополитической ловушке. То есть она как бы по дороге в Европу, но в Европу еще не зашла, но уже не с Россией. Украина не по дороге в Европу. Украина по дороге в ад. Те, кто объявляют бандеровскую идеологию, основополагающую, законами государства, те, кто называют именами худших из преступников 20 века, площади, улицы, те, кто разрушает памятники освободителей от нацизма, эти люди идут в ад. Они идут в ад. Вот все. А что касается Европы, я думаю, что Европа как-то справится со своими задачами без них или же не справится. И Трамп не будет заниматься Украиной. Более того, я даже слышал как раз на днях выступление бывшего заместителя главы ЦРУ Майкла Морреля, который считается, кстати, особо антироссийски настроенным, именно идеологически. Он совершенно откровенно сказал, вы что думаете, что Соединенные Штаты Америки будут воевать с Россией из-за Украины? Нет, нет, никогда. Викторий, последний вопрос. Вопрос с ленты. Ну, не вопрос, а просьба прокомментировать то, что нам пишут на ленте. Так вот, один комментатор очень авторомно, по-моему, заметил. Вот, очевидно, помня ваше предсказание об итогах выборов в Соединенных Штатах, он написал, зовут Валеричук Геннадий, Клинтон, что президенты Украины. Что скажете? Знаете, мне это напоминает слова Владимира Буковского, когда вы слились из Советского Союза. Помните, его обменяли на Луиса Карвалана. Его спросили, а что бы вы хотели пожелать тогда генеральному секретарю Брежневу? Он сказал, чтобы он поменял себя на Пиночета. Ну, поэтому чувство юмора, оно неиссякаемое, оно помогает нам строить и жить. Виктор, спасибо огромное за это интервью, за ваше мнение. Спасибо, всего самого доброго и до новых встреч. До свидания. Вам все доброго, спасибо. Спасибо.